Московский композитор Георгий Зайцев В регионах можно посчитать по пальцам те коллективы, которые действительно занимаются серьезным развитием жанра. Они просто повторяют то, что было наработано эпохой предшествующей, советской эпохой. Ольга Черкова, солистка ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, тоже участвовала в праздничном концерте. Известная исполнительница из Воронежа с белгородскими музыкантами сотрудничает уже давно и не раз выступала с ними на одной сцене. Моя дружба с оркестром белгородским длится уже около 10 лет. И я хочу с такой теплотой сказать, что действительно у меня в оркестре очень много-много хороших, добрых друзей. И я сюда приезжаю всегда как к себе домой и очень всегда рада видеть их. Оркестр создавался в непростое перестроечное время. Тогда, в 90-м, коллектив состоял из 37 человек. В 2009-м, с приходом на должность главного дирижера Евгения Олешникова, началась новая эпоха. Оркестр стал филармоническим коллективом. Увеличилось количество участников и репетиций концертов. По мере того, как наш оркестр развивался и набирал обороты, к нам подтягивались музыканты из других регионов, которые, услышав о нашем оркестре, приезжали сюда, выдерживали конкурс. И мы их принимали на работу. И я вам скажу, что с каждым годом приезжали все более и более талантливые люди к нам. Сейчас в коллективе 52 профессиональных музыканта. Лауреат международных конкурсовера Такаева играет на Домре в составе коллектива 4 года. Говорит, оркестр – это единый организм. Но у каждого инструмента свой, особый звук. Домра – это вообще уникальный инструмент. Он имеет такую способность подражать человеческому голосу. И, мне кажется, как нельзя лучше отражает русскую душу. Компакт-диск концертной записи стал еще одним подарком в 25-летие, но уже для ценителей музыки. Русские народные песни и романсы в исполнении оркестра Иоли Черковой для белгородцев. Андрей Дементьев, Денис Подзолков, Вести Белгород.